Наследие из 90-х давно смущает местных жителей. Нелицеприятный внешний вид антисанитария, да и место расположения сомнительное, прямо около остановки. Мало мобильным людям не просто пробираться к автобусу через торговые ряды. Когда здесь появился рынок о соблюдении городостроительных норм и регламентов, никто не задумывался. Вот и возвели прямо над коммунальными сетями. Трубы прогнили, ресурсоснабжающие организации неоднократно обращались с холодильцем рынка, чтобы их заменить, но реакции так и не последовало. Помимо того, что рынок находится на гостевой улице, территориально он еще и находится на теплокоммуникациях, в случае аварийных ситуаций будет тяжело и проблематично устранять эти ситуации. Это второе. Третье. Территория рынка затрудняет подход маломобильных граждан, к остановке общественного транспорта. На рынке я вообще покупку не делаю. Да я думаю, что хорошо, а то из-за него балаган здесь, а то будет хорошо. Ну, лично я не покупала на нем никогда. Я ходила по другим рынкам. Ну, если так говорят, что он там грязный, то есть не очень все. Если жители согласны, то, конечно же, лучше убрать. Вот так вот, я думаю. Поэтому лучше там, чтобы дети гуляли. 13 тысяч жителей проголосовало за перемены. Уже разработан проект, по которому эту территорию приведут в порядок. 150 незаконных торговых точек, здания администрации рынка, общественный туалет снесут. А на этом месте высадят аллею. Собственникам торговых точек неоднократно предлагали вывести свое имущество добровольно. Многие отказались выполнять постановление 11-го арбитражного апелляционного суда. Уведомления были неоднократно в течение полутора месяцев. Мы сюда уже приезжали около трех раз. То есть уведомляли их полтора месяца назад, месяц назад, две недели назад и вчера уже. Мы оклеивали рынок несколько раз. С представителями рынка администрации района неоднократно проводились встречи, на которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек. Озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако владельцами рынка никаких решений принято не было. Елена Марутина, Николай Сидоров. События.